Я поделюсь с вами семи вещами, которые нужно держать в секрете от других людей. В окружающем мире есть очень много людей, которые способны причинить нам вред. Поэтому, кто стремится к богатой, успешной и процветающей жизни, стоит усвоить золотое правило молчания. Есть семь вещей, которые не рассказывают никому, чтобы не сглазить или не остаться у разбитого корыта. Наши слова обладают невероятной силой. Они могут как помочь, так и навредить. Поэтому эзотерики призывают людей к осторожности, потому что каждое произнесенное слово – это заряд энергии. И от того, с какими помыслами оно сказано, зависит не только наше благополучие, но и здоровье. Познакомьтесь с основными темами разговора, могут привести вас к проблемам в жизни и череде крупных неприятностей. Тем, кто опасается попасть под влияние недоброжелателей, стоит каждый день укреплять биополе, чтобы избежать проблем. Если вы хотите тоже привлекать в свою жизнь деньги, успех и благополучие, тогда досмотрите это видео до конца, ведь я расскажу, как это сделать. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. И первый пункт – это планы. Со своими планами не стоит делиться ни с кем, особенно с далеко грядущими. Даже в кругу друзей могут найтись люди, которые позавидуют вашей успешности. Людям, идущим путем вечного развития, стоит помнить об этом правиле, чтобы не открывать слабых мест тем людям, которые способны причинить вам вред. Пусть даже неосознанно. Дело в том, что даже мысленная зависть может оказаться ловушкой, а значит нужно исключить как можно больше факторов, отрицательно влияющих на исполнение задуманного. Пункт номер два. Конфликты. Дурным тоном считается озвучивание различных неприятностей, которые происходят в вашем кругу семьи. Кроме того, такая информация является лишней в дружеской беседе. Разговоры о бедах и проблемах будут лишь множиться. Завистники и недоброжелатели могут позлорадствовать, тем самым еще больше усугубят положение рассказчика. Чем меньше человек будет рассказывать о своих неприятностях, тем быстрее они у него закончатся благополучно. Третий пункт. Помощь. Рассказывать о помощи другим людям тоже не стоит. Хвастовство – это тоже плохо. Они не красят человека, а добрые поступки любят тишину. Чем меньше окружающие будут знать, тем меньше у них будет шансов так или иначе навредить человеку. Хвалить себя, конечно, можно, но делать это лучше перед зеркалом, а не в кругу людей, среди которых обязательно найдутся завистники. Четвертый пункт. Успехи. Рассказывать о своей успешности также не стоит. Гордыня может сыграть с вами злую шутку, и жизнь ваша в односчастье может измениться совершенно не в лучшую сторону. Тем, кто добился успехов, достаточно будет получить одобрение со стороны своих родственников или близких друзей. Пятый пункт. Брань и сплетни. Говорить бранные слова, осуждать других и рассказывать нелицеприятные истории также не стоит. Грязь, которая разносится с помощью слов, загрязняет внутренний мир и не позволяет людям развиваться, бороться со слабостями и пороками. Тем, кто возьмет за правило приносить хорошие новости, в жизни будет вести гораздо больше, чем тем людям, которые сплетничают и осуждают. Пункт номер шесть. Деньги. Свои доходы также нужно держать в секрете. Неизвестно, чем закончится рассказ о должности и количестве заработанных денег. Может случиться и так, что завистники сыграют не лучшую роль в жизни того, кто решил похвастаться своим положением. Не зря говорят, что деньги и счастье любят тишину, поэтому такую тему лучше не поднимать во время разговора. Пункт номер семь. Дети и здоровье. Разговоры о детях, их успехе и промахи – это не та тема для разговора в кругу посторонних людей. Тем нежнее возраст ребенка, тем он более подвержен отрицательному влиянию. А значит, нужно пресекать подобные разговоры, чтобы не навредить своим отпрыскам. О своем здоровье и болезнях тоже распространяться не стоит, чтобы не навлечь бед. Каждому, кто хочет изменить жизнь в лучшую сторону, стоит пользоваться силой слов. Благодаря таким звуковым вибрациям и позитивному настроению не составит большего труда привлечь в вашу жизнь благополучие, защищить вас от любой беды. Слова могут быть обречены в молитвы, аффирмации, пароли и заговоры. Вам лишь стоит помнить об одном – счастье зарождается в тишине, там, где его не просто ждут, но и работают над его обретением. Подписывайтесь на канал и поддержите мое видео лайком и комментарием, чтобы эта информация становилась популярной на просторах интернета. Всем продуктивного дня и отличного настроения! До встречи в следующем видео! С вами была Елена Макаренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова